Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, победишь, да? Пока мы в козявках даже больше салатокова. Почему тогда умеем конфету с козявкой? Козявки по вкусу не такие. Так, поехали дальше. Сегодня мы будем пробовать конфету номер пять. Закрываем глаза. Да, ну что, правда, я не ела сегодня. Давайте нормально. Итак, если попадется в вкус, который я пробовала... Нет, черненькая какая-то. Что это за конфета? Номер пять мне выпало. Не помню, черника может быть. Черный перец? Что? Какой черный перец? Посмотрите, опять печеный, мне не везет. Я ем самые гадостные вкусы. Странно. Как бы, при вкусе червя все еще есть. Ммм, вот и перец пошел. Остренько. Ну, вот, это единственный вкус, который схож реально. Но если съесть перец будет погорячее, Ну, в принципе, это такая уменьшенная копия Черного перца, если его съесть. Ну, так уж и гадко. Просто горько. Ну, перец, сами понимаете. А так, вполне такая приличная конфетка. Ну что, тогда поехали дальше. Будем пробовать шестую конфетку. А что же попадется шестой нам? Не смотрю, не смотрю, не смотрю. Так, о, розовенька, неужели свадковат, наконец-то? Кэнди. Да, конечно же, с радостью начинали есть. Ммм, вкусняшка. Как обычная конфета со вкусом вишни. Знаете, такие вкусные. Вкусная какая. После всех этих земляных червей Она кажется такой замечательной. Сегодня я, как истинный гриффиндорец, Попытаюсь съесть больше этих конфеток. Итак, это будет уже седьмая конфетка. Ничего, мы уже не боимся. Так что... Итак, конфетка. Конфетка. Брать тебя с нами всем. Мультифрукт. О! Итак, конфету номер семь я вытянула мультифрукт. Посмотрим, какая же на вкус мультифрукт. Ммм, да. Как эти всякие разные конфетки. Сладенькие. Вот у неё такой же вкус. Не хупа-боба, а у орбит. Вот вкус у неё мультифрукта, как у орбита. После вкусной мультифруктовой конфетки Достаём конфета номер восемь. О, жёлтенькая. Наверное, рвота. Лимон. Да, конфетки какие-то сосательные с лимоном, так же и эта конфетка мармеладная со вкусом лимона. Причём не кислого, а такого приятного. Очень приятная конфета. Погнали дальше. Конфета номер девять. О, это мыло. Удачи. Вы знаете, прям реально вкус мыла. Они, походу, сильно не заморачивались. Просто напихали туда. Да. Вот вообще, просто обычное мыло. Оно прям... Я его не ела, но... По ощущениям прям... Как настоящее мыло. Да, с мылом они прям попали в точку. Очень похож вкус. Настоящий. Итак, сейчас мы вытянем десятую конфетку. Что ж там у нас ещё осталось? Белая... Ушная сера поди-ка. Я уж не знаю, какая она будет на вкус. А может, ты не ушная сера? Нет, это ушная сера. Что ж я себя обману? Ах. Фу, на вкус как... Какое-то лекарство. Ну, какого... Таблеточки такие сладенькие, но не вкусные. Вообще, они не очень вкусные. Ну, как бы сладкие, но... Итак, погнали дальше. Сейчас мы будем уже есть одиннадцатую конфету. Их осталось совсем немного. Так что давайте достаем одиннадцатую конфету. Итак, это конфетка со вкусом зефира. Если ушная сера была такая приятная, то я не знаю, какой будет зефир. Итак, отправляем очередную конфетку в живот. Ммм... Да. Вкус как настоящего зефира. Ничем не перебить. Скорее даже не зефира, а есть такие конфетки с красителями. Типа косички, суфле. Ну, вот что-то в этом роде. Сладкая. Очень конфетка. Очень вкусная. В отличие от первых конфет, которые я пробовала. Итак, пойдем дальше. Сейчас мы будем уже есть двенадцатую конфету из Гарри Поттера. Итак... Протухшенье яйцо. Яичко протухшее. Не очень-то свежее. Ладно, я просто боюсь есть. Не знаю, мне кажется, этот вкус может подарить мне новые эмоции. Фууу. Хо-хо. Ха-ха. Что это? Ужасный вкус. Ооо. Фу. Ну, в общем, она невкусная, очень напоминает вкус яйца, но невкусного яйца. Я так понимаю, что реально есть какие-то намёки на яйцо. Фу, очень невкусная. Всё, ребят, я проглотаю. Ого, какой кошмар. Что я могу сказать? В двух словах о вкусе протухшее яйцо. Отстой, отстой в мир. Итак, всем привет, и мы продолжаем пробовать наши конфеты Барти Ботс. О, да, это сосиска, это не грязь. Ну что, погнали. Странный вкус. Как сухарики с беконом есть. Вот такой вкус. Как бы, все конфеты отличаются специфичностью тем, что там какой-то вкус, плюс ещё самый вкус конфеты сладкий. Ого, поэтому это жуткая гадость. Потому что самый вкус бекона, он ещё более-менее, но... Фу. Хе-хе, и сейчас мы будем уже пробовать 14-ю конфетку. Это у нас вкус... Вкус травы. 14-я конфетка. Ну, в представлениях трава обычно так выглядит. Ну, точнее, обычно вкус травы похож. Ну, так как это конфетки, поэтому они сладкие. То есть там чувствуется привкус зелени такой, типа лучка или салата, которым мы заправляем англичный салат. Вот, но так как это конфеты, тут ещё плюс сахар, как, впрочем, и во всех конфетках. Поэтому такой специфический вкус. Ну, он приятный. Итак, мы закончили есть наши конфетки. Здесь остались уже повторяющиеся вкусы. Напомню, что нам не попались вкусы банана, черники, вишни, корицы, лимона, рвота и арбуза. И поэтому мы не можем ничего сказать о их составляющем. Но, тем не менее, те, которые попались, я их прокомментировала. Надеюсь, вам понравилось моё видео. Если так, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите внизу комментарии. Может, вы тоже пробовали эти конфеты. До новых встреч! И сегодня мы будем пробовать конфеты Берти Боттс со всевозможными вкусами из Гарри Поттера. Их я выиграла в группе ВКонтакте. Ссылочку в описании вы можете найти. О, господи, Дима Билан в прямом. Всем привет! Ой, я забыла включить свет.